Чуть раньше. Слушай, а футбол какие интереснее игры? Команда. Мне, кстати, я вообще больше командный люблю. Гольф, это исключение, пожалуй. А как это? Мазульки? Да не нормально. Заклеим. Стой, стой. Потому что потом... А, окей. А кто сейчас? У тебя сейчас седьмой есть? Да, нормально. Ну как? Хорошо. Всем привет, друзья. Это Миша Банско. Мы сегодня в перингольфе, и у нас тут интересная очень ситуация. Мы проходим обучение гольфу основам, так сказать. Хотя мы уже, в общем-то, играем какое-то время. Но чтобы нам играть дальше на больших полях, нам нужно получить специальную карту, которая называется Green Card. Эта Green Card будет позволять играть на полях всего мира, на гольф-полях всего мира. Ну, для этого нужно пройти курс, создать небольшой тест. И после этого мы обретём дополнительные навыки, как бы технику, надеемся. И уже сможем играть свободно, где захотим. Так. Ребята. Пери девет... Пери девет... Пери... 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 С? С, да. А как же это здесь? Это кончик так. Видите. Надо заняться кое-каком минуты? В Terror! Хорошо! Кто-как? ВС- east? Я сказал. Нахво, кто-то! НашuhIS. 2021-2012-2012. Компьют квартиры фазёт 2,2-мин非常zoği-каком. Хоу-р Gab Prize. А левая нога всегда... А левая нога, левая нога... 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 Левая нога... Левая нога... Левая нога... Левая нога, 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 левая нога, левая нога... 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 Идем. Идем. Да. Хорошо. Все выпускаем. Идем по Скову. Давай играть сейчас. Закончим. Кошар и ракетка вообще. Теперь мне наверх, склон наверх. Теперь мы закончили, и никогда не закончат, сразу поставишь. В пятом клееной рейтинге. В пятом клееной рейтинге. Вот мы прошли обучение в течение двух пока дней. У нас было два дня обучения. Честно скажу, пока не все получается, что хотелось бы. Вот, поэтому пришел дополнительно силовой сегодня тренироваться. Тренировать удары, которые у меня не совсем получаются. Для тех, кто планирует обучаться гольфу, я хочу сказать, что в принципе гольф не такая простая игра. Не нужно думать, что это пришел. Просто попадаешь клюшкой по мячу, и как бы игра идет. На самом деле очень много тонкостей, технических разных моментов. Теоретических, практических. Ну, в общем, действительно это требует большой тренировки. Больших достаточно физических усилий. Мы, когда здесь первый день тренировались, просто семь потов сошло. Вообще очень было тяжело. Вот, кровавые мозоли. И, действительно, если собираетесь играть, то обязательно покупайте перчатку. Я здесь прям купил в перингольфе перчатку на левую руку, чтобы не натирать мозоли. Цена перчаток там варьируется где-то, наверное, от 15 до 30 евро. Где-то такие цены. Вот, но в целом нам нравится всем проходить это обучение. По поводу цены могу сказать, что одному учиться, если человек приходит учиться один, это самый дорогой вариант. Но, возможно, не знаю, может быть самый эффективный, потому что инструктор работает только с вами. Здесь есть инструктора профессионалы про. Они в основном англы, только язычные, по-моему. Вот, а есть без про как бы приставки, да. Но хорошие просто инструкторы, болгары, которые в том числе говорят по-русски. То есть это, на самом деле, хорошая возможность получить здесь эту грин-карту, научиться играть в гольф. Здесь в Банско, в Перенгольфе. Благодаря тому, что инструкторы говорят по-русски. Вот, хотя некоторые проходят обучение и на английском языке, наши соотечественники. Обучение, если приходишь учиться, один стоит порядка 800 левов. Это буквально там, сколько, я не знаю, 10 часов занятий и два теоретических, по-моему, так. 10 практических, два теоретических, может быть, 8 практических, два теоретических и экзамен-тест. Если приходишь учиться вдвоем, там немного подешевле, порядка, там, 500 левов с человека. И втроем, вчетвером получается где-то порядка 300, там, 310 левов с человека. Это максимум, максимум можно учиться вчетвером. Это самый экономичный вариант. Мы учимся втроем, так дешевле и, в принципе, даже так повеселее. На самом деле, мы где-то друг другу подсказываем, смотрим друг на друга со стороны, видим ошибки, недочеты друг другу, подсказываем. Это тоже, в принципе, полезно. Лазают белки, здесь отвлекают нас от игры. Вот, ну, в общем, сейчас буду я тренироваться. Самый удар в моей важной жизни я сдаю таз сейчас. За 100 метров. Второй удар. Челюсть чуть-чуть, цели чуть-чуть, левее цели. Тренироваться на уровне, в голове. Тренироваться на уровне. Тренироваться на уровне. Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, вот уже тренируюсь, наверное, на 2 часа. Очень устал. Все руки в мозолях. Мозоли на разных частях кисти, пальцев. Спасает на левой руке перчатка очень сильно, потому что там уже были мозоли, купил. Сейчас бы мне помешало, на самом деле, и правые перчатки. Тренировка кропотливая, потому что нужно обязательно сдать тест, который будет на гринкарту, не проложать там. Ну и, в принципе, потому что меня очень бесит то, что у меня не получаются некоторые технические элементы. Вот сейчас 2 часа тренировки, в принципе, дают немножко результат, уже лучше. Надеюсь, завтра тоже потренируюсь, и потом еще будет у нас один день обучения, и на следующий день экзамен уже надо будет обязательно его сдать. Я купил для тренировки себе, посмотрите, вот такие вот мячки резиновые. Они очень легкие. Ими можно тренироваться везде, даже в домашних условиях, где-то на улице, в любом практическом месте, если у вас есть плюшка, такой мяч, потому что эти мячки резиновые, они очень легкие, и они летят максимум, я не знаю, на 20 метров отлетают, наверное, при хорошем ударе. Поэтому в гольфе самое главное там стойка, замах, да, поэтому, чтобы отрабатывать именно стойку и замах, этих мячиков просто хватает с лихвой. Играет музыка. Вот так вот, друзья, наконец-то настал этот радостный день для нас, последний день был как бы в обучении вчера у нас, вчера мы сдали теоретический тест и практический экзамен на, так сказать, основы гольфа, основные удары, прошли по пяти лункам. Мы получили вот эти карточки, грин-карты, которые дают возможность играть на всех полях, в гольф-полях всего мира, в любой стране, в любом городе. Это очень приятное для нас событие, теперь мы официально как вычислимся в базе, так сказать, бигинеров. И мы сдали практический курс, экзамен практический, прошли по пяти лункам, мы сыграли такой мини-матч в гольф, мини-турнир, у нас было трое, и за нами сидел тренер. То есть он оценивал саму технику, оценивал этикет в гольфе, и большое значение уделяется этикету, правил, где они на поле. Вот, поэтому все это нужно правильно соблюдать, даже когда вы получаете эту карточку, грин-карту для бигинеров, важнее знать именно этикет, потому что тем не комплируете позже, там постепенно, да, а вот этикет нужно сразу закладывать в себе, чтобы его соблюдать, как бы в гольфы это играть, чтобы именно следить за этим. И также мы сдали теоретический курс на знание именно этикета, правил, как вести себя на поле, как отличать там фронтальные и сторонние преграды, все такое, в общем, как играть из преград, как что делать, если потерялся мяч и так далее. То есть все вот эти нюансы гольфа, все мы сдали, и вот получили сегодня свою грин-карту. Это было не очень сложно, честно скажу, хотя у меня руки все содраны в кровь, у меня очень много мозолей, на двух руках порядка 8 мозолей, причем как с внешних, так и внутренних, потому что когда-то тренируешься усердно очень, руки трутся друг от друга, руки трутся от ножки. Если кожа некупая, да, какая-то тонкая, то очень легко образуются кровяные такие мозоли, сейчас я буду ждать, когда они мне заживут, чтобы потом снова начать тренироваться. Вообще, чем больше я этим занимаюсь, тем больше гольф меня увлекает, это действительно интересный спорт, интересная игра, азартный достаточно. Вот, хочу продолжать этим заниматься, развиваться. Следующий этап – это получение турнамент-карт, карточки, которая позволяет участвовать уже в любительских турнирах по гольфу. А грин-карт, она позволяет участвовать только в турнирах любительских, ой, не любительских, именно для бигиннеров. Есть такие редкие турниры, они проводят довольно редко, и мы для бигиннеров с низким уровнем выиграли, скажем так. Ну вот, спасибо Перингольфу, спасибо Панску за то, что и дополнительная возможность такая в саморазвитии появилась. Никогда не думал, что я вообще в гольф когда-то буду играть, и именно здесь, получается, я начал этим заниматься, вообще ни капли не жалею. То есть обучение, все, у нас заняло неделю, но реально нам сократили немножко программу, у нас было всего лишь 3 дня обучения вместе с экзаменом, хотя должно было быть 5 дней, но у нас один день, как нам кажется, немножко нам не додали одну тренировку, если честно. Ну, им тоже неинтересно, плюс они видят, что мы в принципе, мы до этого тренировались, пока что-то получается уже, видимо, поэтому не стали в нас так сильно вкладываться в практические часы, так же, как и в теоретические, потому что мы тоже уже были немножко подкованы, кое-что знали. Упечатления очень приятные, мы рады, что все так получилось, и теперь у нас есть карты, теперь мы типа гольфисты, бигинеры, супер! Спасибо всем, что смотрели это видео, приезжайте в Банске, пишите мне на почту, если есть вопросы, я оставлю ее под этим видео. Увидимся в Банске, всем счастливо, пока!